Предложения, выработанные в ходе работы форума 100+, лягут в основу корректировок стратегических планов развития Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Куевышев в ходе пленарного совещания форума высотного и уникального строительства 100+, форум Раша. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куевышев приняли участие в работе пятого международного форума 100+. Владимир Якушев отметил, что для выполнения амбициозных задач, поставленных майским указом президента России, требуется провести большую работу по совершенствованию нормативной базы, доработке строительных сводов правил. Форум, проходящий в Екатеринбурге, внес большой вклад в эту сферу. Разработаны новые требования, регулирующие нормы высотного строительства. Я благодарен этому уникальному собранию, что такую совместную работу мы с вами провели. Она не закончена. Я думаю, что такое уникальное строительство, как высотное, будет и в дальнейшем меняться. И нам предстоит ещё серьёзная работа, чтобы всю нормативно-техническую базу привести в соответствие. Также Владимир Якушев обозначил основное направление в сфере цифровизации строительства. По его словам, необходима консолидация усилий разных ведомств, создание единой цифровой платформы, на которой будут базироваться все строительные процедуры. Кроме того, министр обозначил ряд вопросов, которые предстоит решить для внедрения цифровых BIM-технологий в строительном проектировании, информационное моделирование зданий. Среди них отсутствие отечественного программного обеспечения и несовершенство нормативной базы, которая не предусматривает предоставление информации в различные регулирующие органы в формате BIM. Евгений Куйвышев, в свою очередь, отметил, что жилищное строительство и строительство в целом являются важной составляющей планов стратегического развития и Екатеринбурга, и Свердловской области. С ними неотъемлемо связаны вопросы развития дорожной и коммунальной инфраструктуры. Здесь, на площадке Экспо, строится уникальный конгресс-холл. Мы будем и реализовываем, часть уже реализовали, и будем реализовывать строительство других объектов соцкульт-быта. И, конечно же, обсуждения и подходы к реализации этих проектов обсуждаются здесь и вложатся в основу, и корректируются в наших стратегических планах. Отметим, что по данным организатора форума в России в 2018 году построено пять высотных зданий, два из них в Екатеринбурге. Из 21 одобренного проекта строительства небоскребов, семь также принадлежит Свердловской области. Глава федерального ведомства в сопровождении губернатора ознакомился с экспозицией выставки форума 100+. На ней представлены новейшие достижения и технологии в строительстве крупнейших российских и иностранных предприятий. Гостям представили проект многофункциональной ледовой арены, УГМК-арены, вместимостью 15 тысяч зрителей. На стенде компании «Принцип» обсудили ЖК «Первый Николаевский», самый крупный проблемный объект, достроенный при поддержке губернатора и правительства области. Благодаря его завершению почти 800 человек смогли получить жилье после 8 лет ожидания. Также представлена система интеллектуального городского освещения и сейф, которая уже работает в крупных городах Европы. Гостям презентовали проект планировки района «Новокольцовский», на территории которого возводится знаковый для региона Конгресс-центр в составе МВЦ Екатеринбург-Экспо. В завершении обхода экспозиции губернатору и федеральному министру представили уникальную систему наращивания высоты башенного крана и стенд БИАЭМ-проектирование. Строительство таких масштабных объектов для Артемовского городского округа, конечно же, не актуально. Однако не будем забывать о том, сколько жителей муниципалитета остро нуждаются в улучшении жилищных условий. Очередь значительная, и строительство многоквартирников могло бы существенно повлиять на решение этого вопроса. Естественно, что понадобятся средства и четкое планирование – это уже задача местных властей. Как показывает опыт других среднеуральских муниципалитетов, региональное руководство оказывает помощь в проектах, направленных на строительство жилья для отдельных категорий граждан, которые есть и у нас. А значит, вопрос пока остается открытым.